Дорогие гости фестиваля, представляем вашему вниманию спектакль «Нарния в шкафу» по мотивам цикла повестей «Хроники Нарнии» Клайва Степбеса Льюиса. Выступает театральный коллектив воскресной школы при Новоспасском монастыре, город Москва. Руководитель Татьяна Владимировна Ипполитова. Руководитель Татьяна Владимировна Ипполитова. Субтитры делал DimaTorzok 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 Эдмунд? И каким же отборозом, Эдмунд, ты попал в мои владения? Я открыл дверцу шкафа. Дверь? Из мира людей? Кто-то может покупить? Моя сестра здесь была. Твоя сестра? Сколько вас? Четверо. Питер и Сюзни не поверили, я тоже не поверил. А, Эдмунд, я вижу, ты замерз. Она встретила какого-то барашка, которого... Не хочешь с ней посесть, погреться? Да. Удовольствия, Алшавин. А теперь хочешь, Эдмунд, что-нибудь выпить? Горячее. Удовольствия, Алшавин. Просто напиток, сэм. А вы это сделали? Я могу сделать из... все, что угодно. Может, у тебя у меня малыша? Нет, это такая глупость. Я могу сделать все, что хочешь съесть. Вот что ты хочешь съесть? Какая-то, Эдмунд. Нет ничего позднее, что Эдмунфа. Эдмунд. Я хочу, чтобы ты привел ко мне всю свою семью. Я хочу с ней познакомиться. Эдмунд. Видишь ли, у меня нет своих детей, а ты очень подходишь на роль мальчика, который когда-нибудь станет принцем над ним. Или даже королем. Правда? Да. Но для этого ты должен привезти сюда всю свою семью. Стоп. То есть ты тоже станешь королем? Нет. Конечно, нет. Но королю нужны службы. Да. Туда я их приведу? Отлично. Эдмунд. Видишь? За лесом два холма. Мой дом как раз между ними. Тебе там понравится, Эдмунтан. Там целые горы заваленные, рахат, лукуны. А можно мне сейчас? Нет! Божись испортушить. И потом. Мы же очень скоро увидимся. Я надеюсь, нам тоже будет счастлив. Я буду скучать. Прощай, братец. Стой, Эдмунтан! Мой роман опасен! В голове не указывается. Сью, ты-то куда? Не толкайся. Ты не надо бы наступить. Что это происходит у меня в спину? У меня за спиной дерево. Это невозможно. Не волнуйтесь. У вас слишком богатое воображение. Думаю, если мы просто изменимся, то это убить можно. Что от этого тут раз кричать? Раз это не чудесно, Эдмунтан. Где ты был? У тебя ужасный вид. Ну все нормально. Может, нам следует вернуться? Мы это должны решить, Люся. А не прогуляться ли нам к мистеру Тумусу? А может, погуляемся вон тем вот холмам? Посмотрим? Вот он. Мы идем к мистеру Тумусу. По снегу в таком виде? Конечно, нет. Но они ведь не наши. Мы даже не вносим их из шкафа. Это точно. Подожди, чаще. И что? Есть ли вы Тумусу? Ничего. Я вам сейчас плачу. Воображал, несчастный. Это какой-то зверь? Затемнение. 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 Нет. По-моему, это Заяц. Меня зовут Робин. Я все знаю. Какой мальчик? Мы рады пустой комнаты. Тумус? Боже. Мне все рассказал. Здесь опасно. Прячемся скорее. Заяц. Не шпакайте. Всем тихо. Именно королева. Ты должен повиноваться. Смирно вперед налево. Придателю следует сдаться. Арестовать. Заколдовать. Лед заковать. Разорвать. Ты увлечен в измене. Ты совершил преступление. Пощаду проси на колени. Но вряд ли будет прощения. Бывали гнадные герои посмелее. За нее готов их издать. Я своих копыт не пожалею. Я своих ромов не пожалею. Чтоб не встретила вас Люся никогда. Смирно. Вперед. Тебя наказание ждет. До страшного королева. Они схватили его. Что теперь с ним будет? Какой ужас. Кто такая-то королева, Люся? Никакая она не королева. А страшная колония. Она заколдовала наглядь. И теперь все всегда холодное зима и дождества. Но есть надежда. Лев Аслан уже в пути. Он спасет. Защитит нас всем. Я не буду проводить вас, Ваше Величество. Есть древнее праздничество. Чтобы победить зрую колдунью, И вернуть нам весну и лето, Смогу четыре короля, Пришедшие с другого мира. Встреча назначена целью Вашего стола. Ты какой-то тост. Давным-давно, Из вечной темноты Забрежула Торца не ездит. Нам свет пролился С высоты. Нам этот мир Великий Лев принес. Его с тех пор Всегда на одни эти чтут. Он создал мир из рев, Лесов и гор, Где звери, Деревья, Балаят. А колдунья, Ну, королева, Она же запросто превратит его в лёд. Не смешите меня в репонку. Хорошо, если она подержит Хотя бы его взгляд. Мы ждём давно, Когда он к нам придёт Прогонят целую зиму. И опять нам лето И весной вернёт Будет радость в Нарнии сиять. Понятно? Лев, Заглавные буквы, Аслан, Великий Лев. А он не страшный? Как тебе сказать? У кого в приеде Аслан Не трясутся по тюмке Тот или герой? Или? Или просто дурак. А он добрый? Добрее всех на свете. Ответ. Он жил с нами. А мы знаем, всё знаем. Мы всё видели, всё слышали. Мы всё-всё вам расскажем. А что я расскажу, то покажем. На белки. Я, значит, смотрю мне с дерева. Это я смотрела не с дерева. Ты смотрела со своего дерева. Я смотрела со своего дерева. И увидела мальчика. Я увидела мальчика. Мы увидели мальчика. Он пошёл сам откорпоровать К белой колдунье. Он нас предал. Не может быть. Мы должны спасти его. Если он виделся с ней раньше, То снял ветер в её колдуньское угощение И теперь в её мальчиках. Не может было просто так Отпустить его колдунье. О, приманка. Ей нужны вы все четверо. Зачем? Чтобы убить вас. Чтобы уроди-треть было. Чтоб лёд вернул свободу рекам. И снова звёзды засияли. Даже на четыре короля Кстати, на трёмке отборовали. Теперь мы ждали вас четыре века. Великий лев уже в пути. И вот четыре человека Пришли, чтоб на рую спасти. Теперь только лев Аст Полос вашему правду. Доведи нас к нему. Слушаюсь, Ваше величество. Головень укладывается. Не успею за этим мальчиком И уже в правильнике. ПОЛОСА ЛИРИЧЕСКАЯ Где и сюда? Дони 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 Да Головь ПОЛОСА Горолева сказала мне прийти сюда. Хм, мои извинения, где тут? Нравится? Да, Ваше Величество. А я думала, ты справишься. Скажи-ка мне, Эдмунд, твои сестры глухие? Нет. А брат, он что, тупой? Тогда как ты посмел явиться сюда иди? Эдмунд, я же тебя попросила, и такое малость. Но ты даже с этим не сможешь справиться, значит, ты и для меня беспорядка. Стойте. И для меня встреча с каким-то львом, Асланом. Аслан? У каменного стола. Значит, ты для меня не совсем бесполезен. Никабрик? Я, может, заслужу немножечко? Ах, это комочек? Конечно, наш любезный принц проголодался. Дай-ка ему корку хлеба, А на руки нежные надень кандалы. Могрим! В погоню за ними. Живые они мне не нужны. Никабрик, мы идем к каменному столу. Этого возьми с собой. Тихо. Тихо. Скорее! Сюда! Они вышли на нас! Они скоро будут здесь! Где вы? Это наше старое убежище! Слышите, что это? Это пупинцы на ее санях! Сидите, как мыши! Я пойду взгляну! Не бойтесь! Все в порядке! Похожие власти приходят в конец! С тем пор, как мы здесь, только сентября зашли... Да-да! Простите, что напугало вас! Но я эту санях вижу подольше, чем колдунью! Бояюсь, что это колдунья! Я думала, что на армии нет рождения страны! Нет! Уже давно! Но вы, ваше личное существо, все вы, принесли нам надежду! Тому, что у колдунья начинает сломить, а все потому, что здесь появились вы! Я пришел передать необходимые вещи! Они пригодятся вам в свое время! Люсь! Вот это тебе! Сок из огнецвета! Одна капля исцелит любые раны! Спасибо! Сьюзен! Спаду и в этот рог! И помощь обязательно придет, где бы ты ни была! Спасибо! И это... Меч Верховного Короля! Вот-вот наступит время использовать его! Будь достойным королем! Спасибо! Капля! Владите этими дарами с умом! И добро и справедливость! Вот ваша сторона! А мне пора собираться! Ведь дима скоро закончится! И за 400 лет дело накопилось много! И вам подарочки! И тебе! И тебе! Ох, он наш очень глубокий Да здравствует Асфан И счастливого вам Рождества Счастливого Рождества И что нам Я же говорила, что он существует И что надо теперь делать? Бежать, без огранки На деревне быстрее Не сопротивляйтесь И мы сделаем все быстро Щелкай все Не подходи Опусти меч, мальчик, еще порежешься Пора сбить Время, Ваше Величество Да здравствуй, заслана А ну назад А скулай, это мы Такого нет, ой, отца не чип Спасибо, вы стояли Иди Это же мышонок Мы же без мягкого знания Такой маленький Вашего позволения, леди Нармейскому рыцарю подавать Любительный, храбрый, отважный Благородный Это мы его позвали Это мы оповестим Мы молодцы Сэр, вы щиты, как все могут Благодарить вас за спасение Нашей жизни Это мой долг, сэр Если позволите, я буду рад вам дать Урок Благородного поединка Сюда выйти Сюда выйти Сюда выйти Во время меня ждет Бельца масла Бери у меня собрать Лудка Заяц, мы свободен Подоропимся Это что еще такое? Кто вам позволил тут веселиться? Дед Мороз Что? Дед Мороз? Он был здесь? Он был здесь? Ну-ка, скажите Что вы солгали И я вас не трону Нет, был Пора решать, Эрн О чьей ты стране На моей Или Их Я вас не трону Добро пожаловать, Дмитрий сын Адам. Добро пожаловать, Сьюзель, Люсия, дочери Евы, одержит четвертый. Он предал им. В этом есть мы, я был слишком строгим. Мы сделаем все, чтобы его спасти, но это может оказаться труднее, чем вы полагаете. Пойдем, сына, дамы и небы, нужно обсудить предстоящее сражение за освобождение на армии. И мы всего лишь хотим спасти нашего брата. А я тоже хочу безопасность. И вам, и всей армии. Лучше не сопротивляйтесь. Я очень устала, хочу расправиться с вами быстро. Пора трубить. Назад. Пусть принц сам завоевает цивиловое царское звание. Это бой Питера. Можешь считать себя королем, но сейчас ты умрешь, как собака. Выпирь меч и стань на колено, сын Адама и Евы. Встаньте, сэр Питер, гроза волков. Отныне вы, рыцарь армии. Посланник пророк просит у вас объяться. Пусть приблизится. Что ты желаешь мне сообщить, сын земных неба? Королева хочет поговорить с тобой, но ты должен дать ей гарантию безопасности. Передай ей, что я гарантирую ей безопасность. В твоих рядах предатель остался. Тебя он не предавал. Ну а что, ты забыл законы, на которых построена Нарния? Я присутствовал при их написании. Тогда ты прекрасно помнишь, что каждый предатель принадлежит мне, его кровь моя. Тогда попробуй его забрать. Ты думаешь, что эта грубая сила и вправду поможет мне помешать мой благородный маленький король? Аслан прекрасно знает. Что если я не получу крови предателя? Как того требует закон, Нарния? Вся Нарния сгинет в огне и в воде. Этот пальчик умрет. На каменном стене. И ты не сможешь мне помешать. Хватит. Я хочу поговорить с тобой наедине. Можете подойти. Она отказалась от своего требования в крови сына Адама. А откуда мне знать, что ты выполнишь свое обещание? Пойдем, Эдмунд, сына Адама. Нам надо поговорить. Подойдите, Питер, Сьюзан и Люси. Не стоит говорить с Эдмундом о том, что уже позади. Что сделано, то сделано. Ты в порядке? Устал. Иди по спи. И не пропадай больше. Думаю, ночью колдунья не станет нападать. Так что отдыхайте спокойно. А я должен уйти прямо сейчас. Ты остаешься за старшего битва. Ты справишься. Не смущайтесь. Верьте мне. Все, что грядет, обязательно должно произойти. Все идите отдыхать. Завтра у нас же будет битва. Ах, дети, дети, зачем вы здесь? Вы не могли уснуть. Асмур, милашка, ну что с тобой? Мне грустно и одиноко. Положите руки мне на гриву, чтобы я чувствовал, что вы рядом. Дети, здесь вы должны остаться. И чтобы не случилось, постарайтесь, чтобы вас никто не заметил. Узрите! Глупец! Великий Лен! Глупец! Держите его. Почему он не сопротивляется? Тащите его сюда. Глупец! Ну и кто из нас выиграл? Ты думал своей смертью спасти жизнь этого предателя-мальчишку? Как того требуются традиции? И как мы с тобой договорились, жертва будет принесена. Но, Господи, я убью их всех. Четыре трона в Кэр-Парабаде останутся пустыми. Ты навеки отдала мне нарнию. А теперь, зная это, умри! Большая кошка не одна. Вперед. И мы покончили с врагами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аня, Мила, Мила! Ты живой? Ты настоящий! Ну что все это значит? Если бы она могла заглянуть еще глубже, она бы знала, что когда вместо предателя на жертвенный столб по доброй воле зайдет тот, кто ни в чем не виновен, сама смерть отступит перед ним. А теперь за дело нам предстоит далекий путь. Разве мы не пойдем к Питеру Эрмонду? Мы поможем им иначе. Скорее к замку белой колдунги. Такое странное место. Только каменные животные. А вот миксер Тумас. Смотри, что делает Астан. Ох, какой ужасный был сон. Мисс Люси весь здесь. Это был не сон, но сейчас уже все хорошо. Астан здесь. Ох, Астан, великий хлеб. Какая честь для меня. Скорее, друзья. Надо оживить остальных. Мы еще не сделали всего того, что должны были сделать сегодня. Нужно вступить в бой. Ох, астан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Адлан, этого не может быть! А-а-а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встаньте, сэр Эрми, молиться на армию! Победа, подруги мои! На армию свободна! Готовьтесь к коронации! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Именем блистающего восточного моря Дославится королева Люси Отважная! По-васному национальному! Ему одному выгоняйтесь, Ему одному служите! Именем Великого Западного леса Коронуется король Эдмунд Справедливый! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добудем царство Аслана, Моей Хейков, Будем добрыми детьми его, Постянув грудь за все, И будем едины! Именем лучезарного Южного Солнца Коронуется королева Сьюзин Милостивая! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да будем любить друг друга, Будем помнить, что Аслан Смерти не побоялся, Чтобы спасти на армию! Именем ясного Северного Неба Дославится король Питер Великодушный! По светлой воле Аслана, Добудем сильным духом, Никакое зло не одолеет нас! Пусть начнется праздник! ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПУСТЬ НАЧНЕТСЯ Аплодисменты 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 Здравствуйте, друзья! Перед нами чудо Это дерево и железо Ну, естественно Вы бы присмотрелись внимательно Вы бы увидели то, что это обыкновенный фонарь Какой-то он необыкновенный Я вас смотрю на него И во мне пробуждаются чувства Необычные Как будто бы я его где-то уже видел То ли во сне Пустая комната Если мы зайдем за этот фонарь И нас ждут необычайные приключения Тогда во имя Астлона Не отступим перед приключениями, которые ожидают нас Не толкайся Да не надо бы наступить Ну, хватит толкаться Ой, ну идем, идем Может, наверное, стоять Люся, а нарния действительно в шкафу? Нет Я хочу, чтобы нарния навсегда осталась в нашем сердце И вашим АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.